В Академии наук заседает князь Дундук. И хвала ему и честь, потому что попа есть. Издевался странным образом. Чтобы им показать, смотрите, какие вы, извините, тупые, я приведу двух африканцев, да, и вместе с вами будут учиться они. И они будут учиться лучше вас. Сейчас наследнику Российского престола, будущего императору, ему было 7 лет, когда он сказал, никто не имеет права диктовать. Много там в округе девок перепортил. А что ты написал? Ой, какой секретарий, ты же в нее? Ну ладно, тебе, да? Тебе. Пойдем в спальню, тебе. А другие говорят, что, может, хотел и не дала. Ну, скорее всего, это так как было. Александр, вы правда из Африки? Да, мадам сказал, я из обезьян. Сергей Виватенко сидит напротив меня. Это значит, что мы собрались обсуждать какую-то историческую тему, потому что Сергей знаменитый российский историк. Мы решили поговорить об Александре Сергеевиче Пушкине. Это легенда, это тот человек, вокруг которого существуют многочисленные мифы. Мы, может быть, сегодня с Сергеем постараемся их развеять и дать вам понять, каким же был мужиком Александр Сергеевич Пушкин. Странно звучит, да? Ну, почему? Александр Сергеевич Пушкин и мужик. Ну, потому что он был аристократом, и, в общем-то, слово мужик... В рыбках очень много. Мужик был, наверное, у нас старик из сказки «Золотая рыбка». Такой степень не знаю, да. Мужик был Пугачев. Да, это правда. Но он писал не только про мужиков. В Академии наук заседает князь Дундук. И хвала ему и честь, потому что попа есть. Это в связи с чем он такой? Это эпиграмма? Да. Он критиковал князя Дундукова-Крысакова, да. Говорят, ему за это не простили. Вообще он был очень задиристым. Вот когда люди начинают спорить насчет того гений и злоба, совместимо это или нет? Конечно, совместимо. Он, кажется, очень был такой вот придиристый. Давайте так. Больше злобы, конечно, у Дермантова, если мы уж мы говорим про это. А у него, скажем так, задиристый, наверное, характер. Наверное, это прадедушка по африканской линии. По маминой, значит. По маминой, по маминой. Но, дорогие друзья, давайте помните, у него уже было достаточно большое количество дуэлей. Так вот, а сам он вызвал, ну, где-то 20% дуэлей вызывал он. 16. 16 дуэлей. 16 раз. 16 раз. 20%. Вызывал он, да. Да, а остальное все вызывали его. То есть он провоцировал. Я читала о том, что он мог там на балу кадриться, ухаживать за какой-то дамой. И она принимала его ухаживание. А потом он писал эпиграмму и направлял мужу. Конечно же, это не нравилось, поэтому его и вызывали на дуэль. Слушайте, ну, не только за это его вызывали на дуэль. В первую очередь, наверное, из-за других каких-то вещей. Когда он лично хамил, там, лично смотрел что-то и так далее. То, что он дворянин, он помнил это всегда. Что такое дворянская честь, он тоже это всегда помнил. Ну, поэтому, наверное, и погиб. Ну, давай немного тогда о прошлом, да, его. То есть где родился, в какой семье. Москва это, да, папа? Значит, родился он действительно в Москве. Родился он в районе, который назывался Кукуй. На Бауманской доме его. Да, абсолютно верно. По-моему, сейчас стоит он еще. Это, да, все правильно. Это немецкая слобода. Ну, да. Почему? Почему именно там рожала мама, да? Хотя там немцы... Да потому что дом там был у них. Это не их дом. Дом отца. Они его снимали. Не-не-не-не-нет. Это снимали. Ситуация другая. Москва была, ну, скажем так, достаточно грязная. Понимаете, да? Но во время родов и прочее хотелось бы, чтобы было больше экологии. А это немецкая слобода. У немцев чище. Побивальные бабки немки были все. Да, я натюрли. Конечно, конечно. Все только побивальные бабки были немки. Поэтому, да, он родился в немецкой слободе. На станции метро Бауманская. Вы правильно сказали. Вот. Семья была... Ну, папа у него из старинного боярского рода. Даже боярского. Аристократы-бояре. То есть Пушкины — это фамилия боярская. Да. Ну, скажем так, самый древний предок, по мнению Александра Сергеевича. Еще раз, это спорно. Это Ратмир или Рача, как он о нем писал. Это дружинник, который погиб в Невской битве со шведами в 1240 году под знаменами Александра Невского. Да, он этим очень гордился. Ну и в Борисе Годунове, как известно, в его произведении существуют такие Пушкины, которые там играли какую-то роль. Вел туда. Да. Нет, они существовали и играли политическую роль. Они, может быть, были и не главные, но уважаемые. Я думаю, что Пушкин вообще был очень хорошим историком. Да, он был хорошим историком. То есть его, по-моему, даже Николай Первый назначил... Истериографом. Истериографом. После Карамзина. Но как повезло-не повезло, он написал историю Пугачевского бунта. Ну, дорогие друзья, две, скажем так, произведения Пугачевой, которые мы знаем и любим. Это, Ольга? Капитанская дочка, конечно. Да, но на самом деле, он написал два произведения. Капитанская дочка как бы для всех, а для царя России историю Пугачевского бунта. Но вот это название дал уже Николай, потому что Пушкин просто назвал свое произведение Пугачев одним словом. История Пугачева. Но эта книга была непопулярна. Она на полках стояла, никто ее не брал. Она на полках стояла у Пушкина. В библиотеках тоже. 1200 экземпляров так и не были проданы из 2000. Это большая цифра. Это большая цифра, да. Но действительно, я с вами соглашусь, Ольга, он был историком очень неплохим. И умел работать с первичными документами, соответственно. Конечно, у него было нормальное образование. Давайте добьем семью Пушкина, извините, в кавычках. Значит, Пушкины закончили свое авторитетное руководство нашей страной, как аристократы, при Петре Третьем. Потому что предок Александра Сергеевича не предал Петра Третьего и до конца поддерживал его. Он был там с Гудовичем, с таким секретарем, да. И когда Екатерина II пришла к власти, Пушкины перестали играть какую-то роль. Понятно. Она их просто не замечала? Не замечала. Нет, нет. Она никому не мстила. Она была великая женщина. Она просто их больше не замечала. Но они жили в Липецкой губернии, где-то там, в районе Липецка. Да. Ну, по маме тоже, я думаю, история известна. Да? Араб Петра Великого. Ну, там, по-моему, такая сложная история у его прадеда. Там то он на гречанке был женат, то на другой женщины. И одновременно на двух. Одновременно на двух. То есть был многоженцем. Расскажи, Сергей. Ну, давайте так, дорогие друзья. О том, как царь Петр Араба женил, это все-таки... Выдумка. Ну, в общем, литературная. Хотя, конечно, это великий фильм. И два актера, Петренко и Высоцкий, конечно, в этом фильме просто, ну, скажем так, сыграли очень хорошо. Конечно, в этом фильме главное, наверное, о том, что два разных человека любят Россию. Да. Но любят ее по-разному. С одной стороны, либерал и демократ Высоцкий, Араб, да, любят ее так. Петр Великий любит ее по-другому. Ну, да. Вот. Фильм очень хороший. А вообще, как оказался араб или афро-русский на нашей территории? Я думаю, что его подарили Петру, если я не ошибаюсь. Развей мои сомнения. Развею. Двух мальчиков купил Савва Аргужинский. Это такой дипломат. Он был хорват, да, по национальности. Да, он, значит, да, Дубровник, вот такой город есть, он там жил. А, значит, да, по приказу он купил Константинополь на Невольничьем рынке. Для чего? Мнения разные. Ну, большинство истории сходится для того, что Петру нужно было показать и сыну, который не хотел учиться, который был все-таки в маму. Мы об этом с вами говорим. Алексей. И боярские дети тоже отказывались получать знания, зачем нам это все, да? Таите, ткаите. Нас и здесь неплохо кормят. И вот, чтобы им показать, смотрите, какие вы, извините, тупые, я приведу двух африканцев, да, и вместе с вами будут учиться они. И они будут учиться лучше вас. Да, вот по этому причине было выписано. Один мальчик исчез. Ну, видимо, наши природные катаклизмы, климат и прочее, и да... Замерз, не выдержал погоду русскую. Наверное. Наверное. Еще раз, мы не знаем ее, нигде по документам нет. А Ибрагим Петрович Ганнибал, конечно... Выжил. Выжил, да. Стал великим фортификатором. А Ольга фортификатор, это... Укрепление крепостей. Инженер. Это человек, который знает математику, черчение, физику и многое другое. То есть он действительно был очень грамотным человеком. Должность у Петра Первого. Раб Петра Великого занимал... Он ночевал припорожник. Он ночевал у порога. То есть так называли прям припорожник? Это его официальная должность была? Да, да, да. Есть постельничий, а есть припорожник. Спальник. Да, спальник. Да, давайте так. Припорожник. Вот человек, царь, батюшка, спит в какой-то квартире, в какой-то комнате. Там есть дверь. И у этого порога вот так вот с другой стороны лежит, спит. Типа охраняет, да? Да, да, да. Чтобы никто не переступил. Абсолютно. Он был рядом, да. Вот такая была должность. Потом, конечно, стал генералом и прочее. Да. Но сначала такое. А как долго он жил? Он жил достаточно долго. Он умер уже при Елизавете Петровне. То есть, да. Что известно вообще еще о его жизни после смерти Петра? Ну, давайте так. Он построил Ревельскую крепость, построил крепости на Карельском перешейке. Это серьезные вещи. Если вы хотите знать про его, конечно, взаимоотношения с женщинами в России у него были странные. Во-первых, диковинная внешность. Ну, еще раз. Если согласились на нем ожениться, на таком, что там удивляться-то, но он был ревнивый. Женщину ему тоже изменяли. Вы гречанку имеете в виду? Да, первая жена была из Греции. Он даже ей опалил волосы. В полицейском участке были записаны. Издевался странным образом. То есть, они сочли вот это вот. Запал волос за странное взаимоотношение с женой. Ну, я думаю, что это странное взаимоотношение. У нас так не принято. Да, у него было параллельно. Одно он отдал в монастырь, но их не развели. В общем-то... От которой уже предки Пушкина пошли. Да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Дедушка Пушкина. Да, прямой. Вот такая интересная, бурная биография. А вот можно спросить? Я вот как бы в Псковской области, в Михайловском. Да. Это имение принадлежало кому-то из них, ведь, да? Ганнибалам. Петровская и Михайловская принадлежала Ганнибалам. А откуда вообще? Это что, подарок Петра? Каким образом это имение принадлежало? Каждый дворянин имел свою, да, имел свою усадьбу. Ну, вотчин – это боярское слово. Поместье, скажем так. Да, многие. И Петр Первый даровал ему. В других местах тоже. Вот говорят, что... Я там с экскурсоводом разговаривала, что он много там в округе девок перепортил. Все правильно. Я вам даже больше скажу. В Апочинском и Новорожецком уезде Псковской губернии очень распространено было, сейчас не знаю, наверное, тоже, фамилия Лабинак. Что она означает, Ольга? Я не знаю. Это, наверное, что-то сокращенное от его фамилии? Справа налево. Просто он семенил в большом количестве женщин, и у него рожались дети. Ну, еще раз скажите, Ганнибал, а обратно... Лабинак. Лабинак. Какое странное использование, да, вот этих фамилий. Еще раз, потому что я говорю, столько у него было незаконно роженых детей, что... Что их надо было регистрировать? Ну да, чтобы позорить имя Ганнибал, он их ставил слева направо. Вот там Лабинаги живут. Фантастика. Пушкин об этом знал? Конечно. То есть это... Он такой же был абсолютно. Он рассказывал, да? Он также абсолютно такой, извините за глагол, женщина-осеменитель Псковской губернии. Понятно. Вот. А что делать в ссылке, извините, да? Охота, да. Ну, это... Мало у него было, скажем так, поместья, чтобы там охотиться, да? Писать стихи, конечно. Соренную родину пить, помните? Так где же кружка, да? Вот и прочее. А это вот особенно летом. Вот брак отца и матери. Вы знаете, как они познакомились? Ну, вроде, скажем, это было по-любви. Но потом темперамент у них, конечно, был разный. Темперамент был разный. И поэтому они, в принципе, развелись. Я вот про мать практически нигде особо не читала. То есть нет ее описания. Его воспоминания о мать. Ну, она была простой женщиной, да. А об отце, о брате он пишет. О дяде. О дяде. Поэт. У него же еще и брат был. Да, да. Нет, брат Лев, конечно, был. Притом он еще был такой блондинистый. Ну, да. И у него очень хорошие отношения были. Да, абсолютно. Нет, у него были нормальные отношения. Но из-за вот холодности папы и с мамой, как бы, мы, можно сказать, благодарны этому. Потому что, смотрите, Валя, Пушкин, скажем так, воспитывался как дворянин. Поэтому, да, какая кличка у него была в лицее, не помните? Обезьянная. Ну, кроме обезьяны, давайте. Кроме француз. Француз, конечно. Потому что он говорил и думал по-французски. Он вообще знал очень много языков. Ну, знал. Из всех поэтов, которые вот из российских, по-моему, он полиглот единственный был. А кто он по специальности, Ольга? Поэт это здорово. Я думаю, что если в лицее... Все-таки лицей это было полувоенное такое заведение, поэтому, скорее всего, у него какая-то военная специальность должна быть. Нет, он был чиновником Министерства иностранных дел. А это да. Он пошел работать после окончания лицея. Нет, поэтому язык, конечно. У него, ну, там мы будем говорить сейчас о лицее. Троек было, ну, троечником он был по многим предметам. Но языки он знал. И греческий даже. Ну, греческий, латинский, конечно, там изучается. Испанский знал. Понятно. Просто с детства у него воспитывали только на французском. У него был менталитет французский. Видимо, да. Он все время. И когда папа с мамой развелись, его отправили под Москву в усадьбу, где он впервые познакомился с русским языком, с русскими детьми. Там ему поручили Алину Родионовну Яковлеву, да, которая ему что-то научила. А если бы родители не развелись, он так и остался по французам. Вот, потому что на французском языке можно было спокойно жить. А какова причина развода родителей? Мамин, ну, там, или прадедушкин темперамент, он с Пушкиными не сочетался. Не сочетался. Не сочетался. То есть она кричала, наверное, когда бабушная была. Слушайте, ну, мы не знаем до конца, почему все это было, но, в принципе, конечно, мама пыталась быть хозяйкой. Понятно. Не удалось. Ну, ты же знаешь, Сереж, что в семье, когда разводятся родители, это трагическим образом воспринимают дети. Было ли такое, что... Ну, не было у них развода официального. Ну, чтобы официально разъяснить... Потому что их не было. Это надо через церковь было действовать. Сказываете, какие-то вещи, живой труп, помните, да? Нет, такого не было, конечно. В принципе, они же его отправили в пансион. Да. То есть он жил не дома практически, да? С 12 лет его отправили в лицей, в царское село. А вот родители москвичи. То есть они здесь, а он там, в царском селе. Да, он жил, скажем так, в этом интернате. А брат в это время где был? Да, маленький еще был брат. Ну, то есть родители в Москве, да? Да, а потом с матерью. С матерью. Вот, поэтому, скажем так, родители мало повлияли на Александра Сергеевича. Может быть, дядя как поэт. Ну, все ищут, пытаются какие-то скрепы, как сейчас говорят. Да, но были какие-то взаимоотношения. Ну, наверное, далее стоит обсудить лицейские годы, да? Он, конечно, попал туда странным образом, потому что Александр I лицей вообще открыл для своих двух братьев, для Михаила и для Николая, да? Давайте так. Для будущего царя. У Павла I было четыре сына. Два погодки Александр Константин, 77-й год, 78-й. А Николай и Михаил, 96-й. То есть разница 20 лет между ними. И уже император становится Александр I. И он считал, что его братья должны воспитываться вместе с народом, дворянами. Поэтому он для них организовал этот самый лицей, где они должны были учиться с другими детьми-погодками, скажем так, аристократических семей России. Но это же не очень была такая знаменитая семья Пушкиных, да? И все-таки она малоизвестная была. Тем не менее, его взяли. Кто-то похлопотал. Дядя, поэт, через Державина-сенатора. Он же тоже поэт. А Державин, кроме того, что был литератором, он же еще был и комендантом, ну там, губернатором и сенатором. Там, героем войны с Пугачевым. И многое другое. Там были более интересные такие люди, да, скажем так, кто учился, однокашники. Кстати, а чем одноклассник отличается от однокашника? Думаю, одноклассник это вот тот, который, допустим, в классе А учится. А однокашник может быть из Б, из В класса. Не совсем, Оля. Суть в чем? Одноклассник это просто человек, с которым ты учишься. А однокашник это тот, с которым ты учишься, но и вместе живешь, и ешь кашу. Ну и кормили всех вместе. Значит, к современным школам это не очень подходит. Михаил и Николай, в первую очередь Николай, отказались учиться. Ленивые были? Вот Николай, почему отказался учиться? Вот он сказал, учитель на русском языке, наследнику Российского престола, будущего императору, ему было 7 лет, когда он сказал, никто не имеет права диктовать. Типа он учитель и диктатор. Ну, нет, диктанты писали. А, я даже не подумала об этом. Диктовать в таком, не в буквальном, а в фигуральном смысле. Определенно, да. В общем, их лицей открыли без этих двух сиятельных особ. Странно, да? Вроде бы для них все затевалось. А, Сереж, когда я была на экскурсии в лицее, меня поразило то, что их комнатки лицеистов фактически являли собой перегородки. То есть у них не было такой стены, а и общий потолок был, и они фактически все слышали, что рядом происходит в соседней комнате. Не совсем, Ольга. Значит, без перегородок были две. А между двумя комнатами были нормальные стены. То есть Пушкин и Пущин, да, по алфавиту рядом. Да, я знаю. Вот они как раз и беседовали друг с другом. Через эту перегородку, да? Да, а дальше у Пушкина и Пущина были стены. И там снова попарно, вот так вот. Это с одной стороны. С другой стороны коридоры еще. То есть с этой стороны 15 келей, и с этой стороны 15 келей. Ну, вообще система такая очень странная, да? Ну, почему? Воздуха много. Никакого интима, так сказать. Интим-то, конечно. Ну, может, человек молится, да, там, я не знаю. Нет, их... Это все слышит сосед. Скажем так, это проверялось, смотрелось. Там был такой Пелецкий надзиратель, который подслушивал их. В конце концов, лицеисты взорвались. Да, и отказались, да, и потребовали, чтобы его уволили. Ну, Лединского, Пелецкого уволили. Вообще, видимо, там господствовала свобода мысли, да? Ведь наполеоновские войны прошли недавно, да? Да, да, да. То есть, это вот революционный дух витал в воздухе. Куницын, профессор и преподаватель лицея, на открытии лицея сказал, что вы граждане, что вы будущее нашей страны, России. Так ни с кем еще никогда никто не говорил. Да, и преподаватели там были достаточно интересные. Там был еще родной брат Жанна Поля Марата, известный... Да вы что, француз? Ну вот, взяли, выписали его. Он французский язык преподавал, наверное. Да, да, да. Ну, представляете, что он там мог бы наговорить. Я представляю. Вот, да. Ну, так вот. Бодри его, по-моему, фамилия была. Видимо, он заразил их таких декабрьскими настроениями. Давайте так, из 29 человек, которые закончили с Пушкиным, у них разные судьбы. Одни были декабристы, как Кюхельбекер и Пущин. Вольховский еще. Такой генерал, да, его Суворочка называли, да, возможно. А был Модест Корф. Да, это один из столпов бюрократизма при Николае Первом. Вот, канцлер Великий Горчаков. Горчаков, который будущий дипломат, будущий министр иностранных генералов. Да, 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 канцлер. Но самое главное, что большинство его друзей было из аристократических семей, и, в общем-то, в жизни он мог пользоваться этими связями, да? Он и без этого мог пользоваться связями. Дворян не так много, узок рук этих товарищей, да, поэтому они знали друга прекрасно. Ну да, нет, лицеи, одноклассники, они другу помогали. Горчаков, который, скажем так, ну, был карьеристом всю жизнь, проезжая Пскове, он знал, что там находится Пушкин-Ссылкин, поехал к нему, встретился. Несмотря на то, что тот был не в фаворе. Да, неблагонадежный, да. То есть он не побоялся, это тоже говорит о многом. Они другу помогали, как могли. Сереж, Пушкин был юным и наверняка в кого-то влюблялся. Были какие-то, вот, я не знаю, выходы из лицея? Может быть, они с какими-то женскими коллективами там встречались? Известно ли что-нибудь? Женщин вокруг было мало, поэтому влюбилась всех подряд. Сарско-Сейский лицей находится во фригере большого Сарско-Сейского дворца. Екатериненского дворца. И между ними есть переход. Да? Да. Поэтому... В балах участвовали лицейские? Принимали участие. Иногда тайно проходили там, пытались там Фрейлин или ещё кого-то, каких-то девиц там соблазнить. Один раз Пушкин, это было темно, он посчитал, что это девушка, а оказалась пожилая дама Фрейлина. Когда он на неё набросился, да? Может, она, конечно, не возражала от такой пылкости. С другой стороны, она сказала, что видела чёрта. Фарикудрявого, да? Да, определённо, да. Чёрного. Это Адельвик, это его друг, там, автор Соловья, знаменитого нашего Соловей. Мы Соловей, да? Он вообще был романтиком, начинал, что все женщины красавицы. Почему? Потому что он был плохое зрение, а в лицее запрещались очки. И вот, да, он... А линз тогда ещё не было? Не было, да. Поэтому он приставал ко всем женщинам, да, а потом, когда закончил, лицей одел очки, для него мир немножко... Изменился. В худшую сторону, да. Вот, ну, считается, что Бакунина, это сестра лицейского одноклассника, вот, является одной из первых женщин. В смысле, в физическом смысле? В первой связи была, да? Да, да, да. Ещё раз, никто со свечкой не стоял, дорогие друзья. А может быть, он написал об этом в своих произведениях? Давайте так. Конечно, он стихи о них писал. Рисовал этих женщин там. Пером. Пером, да. Как всегда, на полях. На полях. Всё правильно. А вот есть, конечно, его донжуанский список, так называемый. Он вёл. Да, там. Мне Наталья в начале. Но одна Наталья Бакулина, вторая, и Наталья Нелидова. Хотя это не точно. Нелидова? Не так. Они из того семейства. Из того семейства. Любовница Николая Первого. Поэтому как бы, да. Ну, вроде, опять-таки, по воспоминаниям, по косвенным, которые есть. А Пушкин, второй реверный человек в лицее был Горчаков. И вот они вдвоём там, ну, пытались заниматься там флиртом или ещё любовью там где-то. Ну, понятно, что ночью за ними не следят. Они дают там пятак или рубль охраннику. Старик там, дед сидел, да, определённый, добрый. Ну, и ездили там. До Питера далеко, по-моему. Ну, до Питера далеко. Нет, но в царском селе это было нормально. Ну, да, город там был полноценный. Там рядом ещё был в Югарде гурцарский полк, где он с Чаадаевым познакомился. Вот, мой первый друг мы. Ну, да, да. Вот. И там тоже, там, пьянки, гулянки. Они всё это были... Попивали тоже. И возвращались, потом учились. Выпивали, учились, да. Ну, такая свобода была. Ну, у него хорошие воспоминания лицея. Потом, когда он уже закончил лицей, до Натальи Гончаровой была ли какая-нибудь вот такая очень серьёзная увлечённость? И, может быть, это как бы связь оставила в произведениях свой след? Ну, давайте так. Такой сильной увлечённости, которую вот там, да, выйду за неё и жить не могу, ну, не было. Ну, Карамзина, жена историолога. А что там было? Да что-то было. А что там было с Анной Керн? Ну, давайте так, дорогие друзья. Какое стихотворение Пушкин посвятил Анне Керн? Я помню «Чудные мгновения». Ну, все так думают, на самом деле, друзья. Но это не так. Давайте так. Анна Керн была одна из пушкинских пасей. Да. Просто в Михайловском, да. Они недалеко жили друг от друга, имене рядом. Да, Рига там, где муж её служил и так далее. Она там приезжала. Вот. Не было там никакой любви такой большой. Ну, наверняка там связь хотя бы один раз или два была. Связь была много раз. Разговор о том, что не было любви. Влюблённость. Просто такие стихи, Ольга, скажем так, таким женщинам поэты не посвящали. Я знаю этот миф. А вот. Это не миф. Я знаю, что эти стихи посвятил Моннелизе, Рафаэля, кто-то из историков. Или из других поэтов. Давайте так. И просто у него была в руках бумажка с этим текстом. Давайте так. Сексинская Мадонна. В Дрездене. Рафаэль. Да. Почему Сексинская? Потому что там сик святой. У него шесть пальцев. Святой стикс. Да. Шесть пальцев. Не знаю. И вот она там с младенцем Иисусом, да? Это Жуковский. 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 Вот там. И вот он написал гений чистой красоты. И посвятил Мадонне, соответственно. И Пушкин тоже посвятил. Там написано, посвящено Эм. А-а-а. То есть Эм – это Мадонна, значит? Да, да, да. Как сама Анна Кернс вспоминает. Это же она автор этого мифа. Вижу у него... Бумажка на руках. А он что-то написал. Ой, какой секретарий. Ты же мне его. Ну, ладно, тебе, да? Тебе. Бери. Пойдем в спальню. Тебе. Вот, да. Будь счастлива, да? Но это не так. У нее другие там... Да, как он там... Пастила мне, не мила, цукерброд не лезет в рот. Вот эти крылья Анни Кернс. Вот это для нее нормально. Попроще что-нибудь. Да, да. Кстати, интересно, дорогие друзья. Анна Кернс, она жила до 82-го года. 1800-го. Ух ты, древняя старушка была. Да, когда она умерла в Москве, ее повезли хоронить в Умине. Михайловская. Ну, не Михайловская, конечно. Рядом там было. Да. Так вот, на Тверской заставе гроб с ней выезжался, пересекся с памятником Пушкина, опекушина, который привезли, чтобы его поставить. Ух ты, древняя старушка. Такая была интересная встреча в последний момент. Сначала памятник Пушкина стоял не на той стороне, где был Страстной монастырь, а на Тверском бульваре. Все правильно, потом. Вот тогда его туда и ставили, видимо. И вот гроб встретился. Символично. Да, очень символично. Еще женщины из литературы, о которых мы знаем. Воронцова. Воронцова – это жена. Это не та, которая из семьи Воронцова и Дашкина? Да, да. Дашкова. Это та семья, это губернатор Воронцов, Одессы, полумилор, полукупец, да? Ну, знаете, стихотворение, да? Это тот самый Воронцов. Ну, скажем, это паспорт, конечно, Пушкина. Ну, потому что он с женой знакомился, и поэтому вот его не взлюбил. Хотя он человек очень был хороший, честно. Я даже больше скажу. Он командовал нашими войсками в экспедиционном корпусе во Франции. То есть после 15-го года, мы до 18-го года находились там. Стояли там. Стояли, да. И за это время, за это время солдаты, ну и, конечно, офицеры приспособились к шелкам, да, к шампанскому. Развратнее стали, чем были. К французским женщинам. Но они не платили, они писали, да. Тогда же и без тропы явилось, да? Долговые записки. Чуть пораньше, но это не важно. Долговые записки. Так вот, Воронцов, когда наши войска в 18-м году выходили, из своего кармана все долги всего 18-тысячного нашего подразделения, да, группы войск, да, оплатил. Какой молодец. Это чтобы дурная слава за нами не шла. Абсолютно. Молодец. Патриот. Мы не французы, которые здесь грабили, убивали. Москва помнит французов. Надеюсь. Что они тут делали с другими европейцами. Вот, да. Поэтому, да. Что из себя эта Воронцова представляла? Ну, не знаю. Давайте так. Она изменяла своему мужу. Я думаю, это достаточно. Характеристики. Это в Петербурге было? В Одессе. А это Воронцов? Он был в Одессе. А он был в Одессе. Да. Ну, в Одессе еще были там Гречанка одна. Вот, считается, Мария Раевская, будущая жена Сергея Волконского, да, Декабриска, да. Вот, жена Декабриста, да, тоже. В общем, список есть. Список где-то 120 человек. Но он не сильно расшифрован. Притом, как там у Пушкина? Он в два ряда. И ничего не говорится. Некоторые считают, да, некоторые считают, что это все любовницы Пушкина. А с другой стороны, как бы, кто-то любовницы, а кто-то, скажем так, не до конца. Не добился интима, да? Нет, ну, интим может быть разный, как бы, да. Ну, вот, как бы, да. То есть разделил женщин на два типа. Да, и не был входа Саития. Ну, давайте так. А другие говорят, что, может, хотел и не дала. Ну, скорее всего, это так, как было. Ну, я не думаю, что мужчины такие, как Пушкин, а Пушкин был мужик, да, он писал свои неудачи. Альфа-самец. Альфа-самец? Ну, да, наверное, альфа-самец. Сережа, ну, конечно же, всегда, когда звучит имя Пушкина, сразу же возникает рядом второй, Наталья Гончарова. То есть это его самая большая любовь в жизни. Да, это правда. Здесь, кстати, жила она неподалеку, на Никитской особня, где она жила. Ну, и, конечно, бракосочетание тоже за окном. Бракосочетание вот в этом храме большого вознесения произошло. Как-то Москва очень к ней, скажем так, не то, что грубо, а как бы отнеслась так. Два этих памятника, где Пушкин, Наталья Гончарова, они, конечно, ужасны. Ужасны. В Питере бы такого не поставили бы, их сразу бы сорвали бы ночью. Вот, тот, который в Кигельбане, ну, здесь у вас рядом, ну, в этом самом беседке. У нас это называют, на самом деле, фалос с парой. То есть, вот эта ротонда, которая стоит, там нет у колонн энтазиса, наклона, понимаете? То, что должно быть у каждой колонны с архитектурной точки зрения. То есть, конечно, это примитив. Все архитекторы московские плюют. А вторая скульптура, извините, это мое субъективное мнение, прошу прощения. Это устоявшееся мнение всех москвичей. Это на Арбате около Макдональдса. Да, это самое. Где от, ну да, не будем ничего говорить. Да, очень. Конечно, петербуржцы ходят и злорадно хмеляются. Да, да, да. Вот. Меня больше всего умиляет тот факт, что люди до сих пор не знают, что фактически царь Николай Первый был сватом в этом союзе. Потому что она Пушкину отказалась сначала. Вернее, ее мама. Она, а семья Гончаровых. Семья Гончаровых тоже не очень богатая. У нее была тетушка, которая помогала, но не более того. Но имение, между прочим, вот их под Калугой довольно-таки неплохой, большой, большой дом. Мне нравится. Платяной завод или как он там называется. Ну да. Вот. Да, ну, еще раз. Пушкин, конечно, не консировался. Еще, извините, араб. Да, кстати, есть такой анекдотец. Подошла одна женщина на балок Пушкину, аристократка в возрасте, говорит, Александр, вы правда из Африки? Да, мадам, сказал он, я из обезьян. То есть дарвинской теории еще тогда не было, но Пушкин уже понимал, что там. Ну, конечно, внешность нетрадиционная была совсем. Да, определенно. Внешность у него была, конечно, жуткая. Он тогда уже был известен как поэт в России? Ну, поэтом он стал в 20-м году, когда издал Руслана Людмила. То есть уже был известен? Конечно, да. Пушкин был популярен как раз в 20-е годы, а не в 30-е. Ну, так получилось. К сожалению, люди считали, что Пушкин и списался. Что вот... Ну, Евгения Онегина переписывали же много раз, 20 тысяч раз переписывали его. Ну, давайте так, еще раз. «Горе от ума» переписывали намного чаще. Да, 40 тысяч раз. Это я помню. Ну, вот Булганин, Фадей, да, он написал в своем журнале, что седьмая глава – это ужас какой. После этого Пушкин... Он, кстати, вообще его не любил. Такой ненавистник был его. Хейтер, как сейчас говорят. Ну, в общем, я бы не сказал. Вот, потому что из всех, из всего того, что писал... Я знаю, что он на Булганина жаловался царю Николаю Первому. Вот как раз это он и пожался. То, что литературная критика его главы, да, он пожался царю, и Бенкендорф запретил Булганину, Фадею, да, или тогда уж как его звали там на самом деле, да, писать что-то про Пушкина. Вот этот пример очень хорошо демонстрирует отношения между Пушкиным и Николаем Первым. И когда называют, что Николай Палкин убил Пушкина, это чушь собачья. Конечно, конечно. Кстати, он же, по-моему, Пушкин гимн написал «Божий царя хранил» в соавторстве с каким-то другим. С Жуковским. С Жуковским. Вы не знали об этом? Гимн русских, да, я, да, Николай Первый сделал историографом. Кстати, вы знаете, у нас такая с советского времени штамп, Камир Юнкер, он над ним издевался. Камир Юнкер, ну да, по возрасту Камир Юнкер уже нет, но закончил свою жизнь и свое, скажем так, свое служение России он камергером. Это уже генеральская должность. Но это давало ему право быть на балах, выводить свою молодую жену в свет, да? Ну, давайте так. Это придворная же должность. Ну, Пушкин как раз этого не стремился, потому что не было денег, чтобы на балы. Балы, это очень дорого, это же новая классия. А он написал что-то, соответственно, продал тираж, деньги появились, в карты поиграл, опять написал, что ты расплатился. Он же еще и картежником был. Да, действительно, если мы говорим о том, что Пушкин, были на него досье какое-то там в третьем отделении или где-то еще, было досье. Но в досье он проходил как картежник. Как картежник. Как Наталья Николаевна к этому относилась? А никак не относилась. Он хозяин, он мужчина, а она занимается детьми. Меня всегда это вот поражает. Она четверо детей родила Пушкину, потом Ланскому тоже, по-моему, четверо или пять детей. Получается, что она всю свою жизнь была хронически беременна. То есть одного только родила, опять беременность. Я не помню. Одного родила, опять беременность. Я не помню про пяти Ланскому, но действительно, ну такая женщина должна этим заниматься. Вот и все. Про трагедию, да, дуэль, что там вообще вот ты думаешь об этом? Было ли какое-то кокетство с ее стороны, с Дантесом? Или же это все было придумано, специально состряпано? Давайте так, у нас все это противоречиво очень. Дантес, Дантес, барон де Экерен, ну Гекерен, как в России говорят. Это голландский посланник, его усыновил и дал свою фамилию. Да, абсолютно верно. Ситуация в чем? Что один раз уже Дантес как бы приставал Гончаровой. И это был большой скандал, и Пушкин выиграл на дуэль. И тогда Дантес женился на сестре Натальи. На Натальи на сестре. Да, да, да. Кстати, всю жизнь они прожили нормально. Ну, прожили, она умерла во время родов. Он даже, по-моему, губернатором какого-то города был в Германии. Не в Германии. Дантес был французом. Он был во французском районе Эльзас. Есть такой город Зульц или Сульт. По-французски. Если вы, дорогие друзья, поедете на машине из Германии в Париж, через Страсбург, то где-то за Страсбургом вы увидите рекламу музея Дантеса. Дантес был сенатором во время Второй империи и был мэром этого города. Он ввел туда канализацию, электрифицировал его, водопровод, и поэтому там уважает. Почетный гражданин. Ну, поэт, да. Но это все было так давно, что о нем забыли. Но музей существует. Но туда ездят только русские. Расписываются матом в гостевой книге. Да, да. Там фашист и гей. Убийца. На букву П. Это, наверное, самое простое, что там написано. Но это же правда, что он как бы был геем и вот с этим самым голландским посланником Геккерином фактически жил. Может быть, нет. Ну, как бы, еще раз, со свечкой мы не стояли, но все считали. И Пушкин, когда вызывал на дуэль, он как раз обвинил его именно, скажем так, гомосексуальной наклонности. То есть, типа, ты гея, пристаешь к моей жене, зачем она тебе нужна? Да, ты там, типа, живешь и своим этим голландцам. А вот, а еще... Нечего к традиционной ориентации людям, мол, типа, приставать. В общем, да. В общем, да. Все это закончилось трагически на Черной речке. А вот ходят мифы о том, что какая-то была кольчуга на Дантесе. Нет, это неправда. Ну, такой, в принципе, быть не может. Он все-таки офицер. Да. Считается, что пуля попала в металлическую пуговицу Пушкина. А Дантес был знаменит тем, что даже в училище Сенсир, он француз, он просто после французской революции 30-го года, когда бурбонов свергли, да, он уехал сюда, там, с другими товарищами. Так вот, он в детстве был лучшим стрелком Сенсира. Он всегда брал за стрельбу, скажем так, первые призы. Он не мог промазать. Ну, практически, да. Что-то известно, как Наталья Николаевна восприняла вот смерть, когда вот его положили на диван, на мойке, она же была рядом там. Что там шок был. Понятно, ничего хорошего там было. Дети были. Истерика. Дети были. Там был Вязинский, там был Жуковский в первую очередь, да. Его друзья Николай Первый, который заставил Пушкина в 36-м году на Библии поклясться, что он никогда не будет стреляться, потому что он нужен России. И Пушкин поклялся. И, по-моему, в карты играть тоже. Поклялся, да. Да, он все равно стрелял. Николай Первый отправил своего личного врача, который, Аринда, да, который вот и пытался лечить его. Констатировал, да, что уже это живот, поэтому там не могли уже спасти его. Да, абсолютно верно. Трагически. Поэтому, еще раз, Николай Первый никакого отношения не имеет к смерти Пушкина. Николай Первый оплатил все долги Пушкина. Карточные. Да. Дал пенсию всем детям, девочкам и мальчикам, да, отправил их учиться. Ну, вот. А он принимал какое-то вообще участие в жизни Натальи Николаевны, вот когда, там, каким образом, не знаешь, она познакомилась с Ланским. Давайте так. И сколько прошло со временем смерти Пушкина, когда она замуж вышла? По-моему, три года прошло. По-моему, как раз Николай, еще раз, это, опять-таки, до конца не ясно, но некоторые говорят, что Николай дал Ланскому идею бракосочетаться на ней. Да, вот. Но она была красивая, конечно, жили они хорошо со вторым мужем. Гончаровой нужно было, скажем так, у нее не хватало денег для того, чтобы воспитывать своих детей. Ланской этот вопрос закрывал. Я знаю, что мама ее уже под конец жизни, она совсем спилась, жила со своим дворником, который работал у нее в усадьбе. К Герасиму это у нас принято. Ну, может быть, может быть. То есть Наталья Николаевна очень стеснялась своей мамы в последнее время. Ну, Пушкин в этом не виноват. Ну, это точно. Мы говорим про Пушкина. Сереж, ну, я думаю, что мы немножечко нового друзьям нашим сегодня открыли. Потому что не все факты были ранее известны. Спасибо, Сережа, тебе. Без тебя бы я вряд ли в этом хитросплетении его судьбы разобралась. Пожалуйста, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»